Всем привет! Я заболела коронавирусом, сижу дома на карантине. Это видео будет интересно тем, кто хочет из первых уст узнать, как у разных людей протекает эта болезнь, какие симптомы, последствия. Конечно, я очень надеюсь, что их не будет, но, как мы знаем, что коронавирус просто так не проходит. Вот. Собственно, я уже несколько дней веду свой дневник, записываю свои симптомы, что происходит с моим организмом, как я себя чувствую, поэтому я точно не забуду рассказать вам всё, что со мной было. Если у вас будут возникать какие-то вопросы по поводу протекания болезни, то обязательно пишите в комментариях. Я постараюсь ответить или ответят те, кто тоже столкнулся с этим. В моей семье коронавирусом переболели бабушка с дедушкой, они живут на Урале, и, в отличие от меня, они перенесли коронавирус очень тяжело. Они лежали в ковидном госпитале, то есть первого увезли в ковидное отделение дедушку. У него была двусторонняя пневмония, 50% поражения лёгких, и следом увезли бабушку, тоже, собственно, с таким же диагнозом ковид. Слава богу, на сегодняшний момент они уже дома, они вылечились. Конечно же, как и любая болезнь, ковид просто так не проходит. Есть какие-то осложнения, и для пенсионеров это гораздо сложнее переносится, чем для молодых людей, у которых иммунитет гораздо более сильный, и, в принципе, организм более сильный. С чего вообще всё началось? Буду вести такой своеобразный видеодневник. 15 декабря я почувствовала какую-то слабость в организме, такое было ощущение, будто бы у меня низкое давление, низкая температура. Ты чувствуешь какую-то такую слабость, вялость. И вдобавок, вот что самое интересное, у меня появилась тянущая такая боль в мышцах, то есть тянула мышцы рук и ног. Было такое ощущение, что болезнь какая-то вот-вот наклюнется, но никакой температуры высокой, ни кашля, ни насморка, ничего не было. На следующий день, 16 декабря, всё было нормально, вся эта тянущаяся боль прошла, ни температуры, всё так же продолжалось нормально. Когда я проснулась утром 17 декабря, я почувствовала, что у меня заболело горло, и я поняла, что это какая-то простуда. Я, естественно, сразу пошла в аптеку, купила те базовые лекарства, которые я обычно покупаю при простуде. Мне посоветовали стрепсилс рассасывать от боли в горле, я купила кометон, брызгать, и взяла анаферон, мне посоветовали для профилактики. А стрепсилс я себе покупала вот такой интенсив, мне его посоветовали именно в аптеке. До этого я пыталась рассасывать таблетки обычного стрепсилса, там что-то с лимоном было, но это гораздо сильнее. И это прям даже чувствуется. Тем же вечером я почувствовала, что у меня ближе ко сну как будто начала повышаться температура тела. Обычно у меня очень холодные руки, ноги, вот проблема моя, я как ледышка всегда. Вот, а тут я понимаю, что у меня как-то, мне как-то горячо, мне как-то чуть-чуть жарко, но в целом у меня нет какой-то болезненности такой, кроме горла. Вот, и я собственно решила померить температуру, я смотрю на градусник 36,8, я такая, здрасте, приехали. Перед самым сном я решила снова померить, и тут показывают 37,2, я такая, так, всё, понятно, что-то есть. Я легла спать, на утро 18 числа я просыпаюсь, меряю температуру, температуры нет, чувствую я себя прекрасно, горло продолжает болеть, продолжаю лечиться всеми купленными лекарствами. И у меня, знаете, 18 декабря у меня был какой-то такой прилив сил и энергии, какая-то была такая работоспособность, я себя чувствовала вообще абсолютно прекрасно. 19 числа я решила пойти сдать тест на коронавирус, выбрала ближайшую ко мне клинику Helix и, собственно, пошла туда, чтобы сдать ПЦР-тест. Там мне предложили два варианта теста, один делался двое суток и один один сутки, то есть разница была только в сроках и в цене, то есть первый стоил 1680, а второй две с чем-то. Я, естественно, решила купить тот, что за 1680, потому что как бы смысла переплачивать нет, и всё, пошла сдавать. Игла в задней степени смотрит, по струбе смотрит. Угу, точно. Ага. Шарбот, ладно. Угу. С носа. Угу. Всё нормально? Угу, нормально. Спасибо. Вообще, я думала, что будет очень неприятно, когда у тебя берут вот этот мазок из рота глотки и носа глотки, но на самом деле всё произошло так быстро, что я даже ничего не заметила. Это было абсолютно не больно, ну такое, скажем так, чуть-чуть дискомфорт, но не то, что я вообще ожидала. Это, если что, был первый раз, когда я вообще, в принципе, сдала тест. 20-го числа утром я проснулась, мне на почту пришли результаты, и я открываю, а там положительный тест. Моё лицо. Я, честно говоря, у меня немножко паника случилась, типа, ёлки-палки, что происходит, почему, как, за что, когда? Да. Ну и, собственно, увидев положительный тест, там в рекомендациях было написано, что там вызовите врача, всё такое, ну и я решила, собственно, позвонить, чтобы всё официально, мне нужен QR-код обязательно, вот. Здравствуйте. Вы позвонили в единую региональную информационно-справочную службу Санкт-Петербурга. Для вызова врача на дом вам необходимо предоставить персональные данные. Меня зовут Виктория. Я, виртуальный ассистент службы 122 Санкт-Петербурга. Я задам вам несколько вопросов, чтобы заполнить заявку для вызова врача на дом. Какая температура тела у больного? 36. Скажите, есть ли кашель у больного? Да. Есть ли насморк? Нет. Болит ли у заболевшего горло? Да. Чувствуют ли запахи заболевшей? Да. Есть одышка или чувство нехватки воздуха? Нет. Как давно больной почувствовал себя плохо? Дня 3 назад, 17-го где-то числа. Я записала это. Сдавал ли больной тест на ковид в последние 2 недели? Да. Когда пациент сдавал тест на ковид? 19 декабря. Какой был результат? Положительный. Был ли больной за границей в последние 30 дней? Нет. Спасибо. Главная часть заявки на вызов врача заполнена. Пожалуйста, назовите дату рождения заболевшего. Пожалуйста, назовите фамилию заболевшего. Назовите имя и отчество. Назовите, пожалуйста, адрес пребывания больного, куда должен приехать врач, включая номер дома и корпус. Вы оформляете заявку для себя или для другого человека? Для себя. Вызов врача зарегистрирован электронным ассистентом Единой информационно-справочной службы Санкт-Петербурга. Пожалуйста, ожидайте врача. Мою заявку приняли. Мне даже пришло смс, оповещение на телефон, что к вам 20-го числа придет врач. Ждите. Приходила врач. Она с помощью такой интересной штучки, которая надевается на палец, померила количество кислорода в организме. Я первый раз такую вижу штуку, и мне никогда такое не мерили. Все в норме было. 97% сказали, что если вот 94%, тогда это уже под вопросом. 92% человек уже поймет, что ему плохо. Также она послушала, говорит, в принципе, у вас хорошее нормальное дыхание. Единственное, говорит, если вот вы чувствуете, что дышать тяжело, это значит просто мокрота в ваших легких скапливается. И для этого нужно как раз-таки принимать все эти лекарства, которые она посоветовала. И сказала, вот так же, в принципе, лечитесь, выздоравливайте. Вот, сказала, что принесет, что принесут лекарства на следующий день. Также она сказала, если есть какая-то необходимость каких-то продуктов, лекарствах, пользуйтесь доставками. Благо, мы все с вами современные люди, и это не составит какого-то труда. Вот такой вот лист с рекомендациями выдают всем тем, кто болеет. Болеет здесь, все по пунктам сказано, что можно принимать. Но конкретно, что мне нужно, мне вот врач подчеркнул ручкой. То есть, стрепсилс, лизобакт, АЦЦ. Да, кстати, вот АЦЦ я еще тоже пью. Вот. Ну и жду своего воздоздоровления. В тот же вечер, 20 декабря, после того, как уже ушла врач, я понимаю, что у меня появилась какая-то заложенность в носу. Даже, наверное, не заложенность, а какая-то отечность. Вот я хочу чихнуть. У меня вот постоянно весь вечер хотелось чихать, но я не могу чихнуть. Я думаю, многие знают вот это вот состояние. Да, и вот весь вечер я вот в таком состоянии пробыла. Сегодня утром, 21-го, я как бы просыпаюсь, и у меня такое же состояние продолжается. Сегодня, 21 декабря, я проснулась, у меня вот такая же продолжает быть отечность в носу. Вот. Как таковы, кстати, самое интересное, сопли нет, но отечность. Вот почему-то вот хочется давить вот сюда вот, и так легче. Не знаю, как это объяснить. Вот. Насчёт боли в горло. Как такового кашля у меня тоже нет, но просто когда я дышу, мне хочется иногда вот так сделать. Но кашля нет. Говорят, что самые сложные в болезни коронавируса – это первые 7 дней. И пока у меня достаточно легко всё протекает. Даже врач сказала, что у вас всё легко. Да, у вас есть в лёгких мокрота, но вы продолжаете лечиться, и будет всё нормально, будет… вам полегчает. Только что приходила врач, она принесла мне лекарства, которым нужно будет лечиться. Это лекарство бесплатное, видимо, которое как раз-таки положено тем, кто болеет ковидом на дому. Вот. Чуть позже вам его покажу. Также я, кроме того, что получила лекарство, я подписала несколько бумаг, в том числе за получение этого лекарства. И за то, что я должна сидеть дома на карантине. То есть там информационное согласие. Так что всё официально, всё, за всем следят. Вот. И у тех, у кого самочувствие нормальное, стабильное, лёгкое, ну, в общем, не тяжёлое, они все лечатся на дому. Вот она такая гора лекарств. Это не всё то, что прописали, но, вот, в принципе, вот орбидол. Лекарства, в общем, такие, которыми лечат ОРВИ, простуды. Вот оно. Сказали, четыре раза в день нужно пить орбидол. Собственно, парацетамол, если вдруг температура, но так как у меня температуры нет, и, надеюсь, не появится, то, думаю, даже им пригодится. Ну, и масиферон – это для того, чтобы мазать в нос. Наступило 22 декабря. Я сейчас себя чувствую вполне неплохо. Горло ещё немножко побаливает, но, в принципе, симптомы такие вот, как боль в горле, они уже проходят. Что касается носа, то с утра я дышу им прекрасно, что не скажешь, конечно, про вчерашний вечер. Я это уже не стала записывать, но вчера вечером у меня прям такая сильная была отёчность носа, что я вообще не могла им дышать, приходилось дышать через рот. А когда я дышала ртом, то у меня, получается, мне хотелось постоянно вот так кашлять. То есть мне как будто не хватало воздуха, но это опять-таки из-за мокроты. Вот. Я заметила, что именно к вечеру состояние ухудшается. Посмотрим, как будет сегодня, но вот пока чувствую себя бодрячком. За время сидения на карантине, конечно же, пришлось воспользоваться не только доставкой продуктов, но и лекарств. Всё на самом деле стандартно. Вы заказываете в тех же самых приложениях магазинов, аптек, но в комментариях к заказу вы обязательно должны написать, что бесконтактная доставка. Потребовалось заказать лекарство, и здесь опять в ход пошла доставка. Первый раз воспользовалась ею, и видите, в таком вот мешочке прислали лекарство, которым я лечусь. Заказала я АЦЦ, продолжаю лечиться им, потому что у меня ещё осталась мокрота, и из-за этого постоянно хочется кашлять. Это единственный симптом, который вот до сих пор меня беспокоит. Вам наверняка интересно, как вообще доставляют продукты и лекарства для тех, кто болеет коронавирусом. Приходит курьер, у него своя термосумка, он, если вы заказываете, например, какую-то горячую еду, да, там пиццу, ну не важно, он достаёт коробку спицей из своей термосумки, кладёт эти коробки сверху своей сумки, отходит на безопасное расстояние. Ты открываешь дверь, берёшь эти коробки, то есть у вас не происходит никакого контакта. Ты просто за коробки трогаешь, которые ты потом же сам заберёшь. Забираешь их, курьер берёт сумку и уходит. И, конечно же, важным условием является то, что ты должен заранее оплатить на сайте свой заказ, то есть онлайн. Тогда это будет полностью безопасно. Сегодня 27 декабря, наконец-то дождалась я, что пришла медсестра, чтобы взять ПЦР для того, чтобы узнать, больна ли я ещё или нет, могу ли я выходить на улицу. Из носика и из горлышка сначала носик. Глубоко вдохнули, носиком выдыхаем. Со второй ноздрей всё то же самое. Выдыхаем. Ох, сейчас слезится. Горлышко. А говорим? А-а-а. В этот раз ПЦР-тест было брать очень неприятно, даже больнючее, я хочу сказать. Да, и сказала медсестра, что результаты теста придут 29 декабря на госуслуги. Я очень надеюсь, что будет отрицательный тест. Иначе придётся праздновать Новый год с коронавирусом в квартире. Надеюсь, что этого не будет. Собственно, наступило 29 декабря. Я утром просыпаюсь, захожу на госуслуги. Именно на госуслуги пришли мне результаты в этот раз. И результат снова положительный. Вы спросите, расстроилась ли я. Ну да, немножко расстроилась. Ну а кто не расстроится, если он узнает, что придётся встречать Новый год в обнимку с коронавирусом. Также я решила спросить у медсестры, как вообще часто может происходить такое, что у тебя положительный, положительный, положительный тест. Она сказала, что у вас вот в соседнем доме, я уже шестой раз ходила к девушке делать ПЦР-тест. Она тоже говорит, очень хочет уже выйти на свободу, выйти на улицу. И мы, говорит, каждые два дня где-то делаем эти ПЦР-тесты. 30-го числа пришла медсестра с поликлиники. Она снова взяла уже второй тест. Сказала, что если вам повезёт, то результат может прийти 31-го декабря, потому что вроде как лаборатория работает. Выдыхаем. Передаваем ощущения. Но ни 31-го, ни 1-го, ни 2-го, ни 3-го числа результаты не пришли. И, наконец-то, 4-го января пришёл отрицательный тест. О, да. Наконец-то, спустя столько времени моего заточения, я оказалась на улице. Ладно, не просто на улице, ещё и в торговом центре, ещё и в кафе. И, знаете ли, достаточно такое странное сейчас ощущение находиться среди людей. Потому что я привыкла, что я сижу дома, я просто смотрю в окно, а тут куча чужих людей. И у всех привычная жизнь, а ты как будто такой, ты встраиваешься в эту жизнь и кажешься каким-то инородным объектом. Странные вещи, но вот такое вот есть прямо сейчас ощущение. Ну вот как-то так я переболела коронавирусом. Очень хорошо, что у меня было лёгкое течение болезни. Но это меня абсолютно не застраховывает от того, что я могу повторно заразиться. Или у меня будут какие-то осложнения после коронавируса. Потому что у очень многих в течение одного-трёх месяцев бывают какие-то симптомы ещё. Но на данный момент у меня какая-то просто общая физическая слабость. Я себя чувствую просто как выжатый лимон. Хотя казалось бы, ну что там такого? Целыми днями лежала дома на кровати, смотрела телевизор, никуда не выходила. И как только появляется какая-то физическая активность, ты себя чувствуешь крайне слабым. Вот такое вот видео у меня получилось. Никому не советую болеть. Будьте здоровы. Всем пока.